Ну, Марина Владимировна, мне кажется, что она была брюнеткой. Она блогерка была. Чем ближе премьера, тем больше вопросов. Даниил Тихонов стал поклонником Высоцкого благодаря песне «Диалог у телевизора». Купил себе диск с записями, начал изучать биографию певца, актера, поэта. А в прошлом году познакомился с сыном Владимира Высоцкого. Такого человека трудно забыть. Я общался с иностранцами, которые даже слышали про Высоцкого. У нас в Саратове работает. Для меня был новостью и очень интересным фактом, что Высоцкий в книге «Рекорд в Гинз» по количеству сочиненных им песен. Тем более гибель его трагическая. Все поэты, у которых трагическая гибель, Есенин Пушкин, Лермонтов, их до сих пор помнят. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ролики к фильму в интернете уже посмотрел каждый сотый житель России. Создатели ленты до последнего скрывают, кто сыграл главную роль. Известно, что при съемках на артисты помимо грима накладывали специальную силиконовую маску. Слепок с лица Владимира Высоцкого. Скажите, а билеты на Высоцкого есть? В кинотеатре «Саратов» билеты на фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» стали спрашивать задолго до премьеры. Ажиотаж подогревает скудную информацию о ленте. Специалисты отмечают, это такой рекламный ход. Сотрудники кинотеатров карты тоже не раскрывают. Мы думали, что о Высоцком знаем практически все. Но таким, каким он предстал в этом фильме, уже никак не ожидали увидеть. Фильм интересен своей реалистичностью, потому что это Высоцкий. И другого такого уже не будет. Многие критики этот фильм уже называют лучшим в российском кинематографе за последние годы. Оценить клиенту можно в кинотеатре «Саратов». Роман Базан, Галия Резяпова, Олег Буланов. Новости, Телеобъектив.